БКЗ БКЗ Вместе они приняли участие в гала-концерте, посвященном Петру Чайковскому, которого по праву называют «Солнцем русской классической музыки». Достойную партию мировым знаменитостям составил Томский симфонический оркестр под управлением Ярослава Ткаленко. Задача усложняется тем, что приходится репетировать в день концерта. И, конечно, оркестр устает. И внимание удерживать, и физически – это очень тяжело, поверьте. Шанс пополнить команду друзей Дениса Мацуева есть и у томичей. В рамках фестиваля ведущие преподаватели Московской государственной консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных проводят для учащихся музыкальных школ мастер-классы по фортепиано, вокалу и скрипке. Не больше пяти из них получат дипломы стипендиатов фонда «Новые имена», который возглавляет народный артист России. Вообще, я очень люблю Томск. Здесь как-то хорошо. Здесь хорошо по энергетике, по улыбкам людей. И молодежь в зале – это наши достижения. Я практически в каждом городе это говорю, а в Томске это, я думаю, что даже еще приумножается. Фестиваль Дениса Мацуева проходит при поддержке администрации Томской области второй раз. В зале, как и год назад, аншлаг. Не сходить на него – это просто преступление в Томске. Мне нравится, что он активно занимается и продвигает музыку, классическую музыку, и что он занимается этим у нас в стране. Меня восхищает его игра. Вообще, какой он человек интересный. Он исполняет те вещи, которые для рядовых пианистов считаются неисполнимыми в мире, поэтому очень интересно, что такой человек в Томске. Завтра концертная программа продолжится. На сцене БКЗ будет звучать симфо-джаз – одно из новых направлений в жанре импровизации команды маэстро Дениса Мацуева. Субтитры создавал DimaTorzok